Мы на Бирюсинском заливе. Многое видели в предыдущих сериях и только что спустились горы. К этому моменту уже стемнело. Это финальная часть нашей зимней поездки на Красноярское море. Приятного просмотра! В общем, мы спустились, доехали до того пятачка, который я вам показывала. Вот там вот есть такая, ну как пятачок, туда хивусы привозят народ. И мы предполагаем, что это как раз тот самый пятачок с льдом, где люди фотографируются, ну там ложатся. И вот на фоне вот этого глубокого прозрачного льда, ну вот как на Байкале фотографии делают, скорее всего, это вот тот самый пятачок. Имею в виду вот это вот место. Тут как будто специально прям раскопали. И вот здесь останавливаются эти хивусы, поэтому мы, кажется, нашли место, где фотографируются. И это реально, вот смотрите, лед, люди на него ложатся и сверху фотографируют, и получаются классные кадры. А тут еще вот какой-то, не какой-то, а флаг России висит за чем-то, я не знаю, может это метка того, что здесь вот этот лед. Некоторые говорят, что страшно по этой бездне идти на самом деле. Ну видно, что там глубина такая безмерная, черная. Вот, ну короче, вот оно, это место, мы его реально нашли. Лежать на холодном льду, очень холодно в спине. Изо рта смотрите, какой пар идет. Фотографироваться здесь, конечно же, нужно днем, когда свет. Потому что на ночном фоне темный лед как-то совсем, совсем не то. Давай пару кадров сделаем. Мы проехали по дороге еще немного и нашли пляж осьминогов. Конечно же, сейчас уже темно, уже ничего не видно. В общем, этот пляж представляет из себя просто кучу различных пней. И они все разные такие коряжки, напоминающие осьминогов. Поэтому и прозвали этот пляж пляжем осьминогов. Я, конечно, понимаю, что вам не видно. В общем, здесь некоторые люди приехали с палатками и ночуют здесь на море. Так что тоже хороший вид под звездным небом, среди сибирской тайги. Ребята, смотрите, трещина во льду глубокая. И там черный лед под этим снегом. Тот, на котором мы сейчас фотографировались. В общем, вот такие вот колоритные пенечки. Конечно же, наблюдать их надо днем, а не в потемках, как мы. Вот поэтому пляжи прозвали пляжем осьминогов. Пляжи прозвали пляжем. Вот эта коряжка прямо, смотрите, льдом покрыта. Коряжка-снеговик. А что она такая ледяная? Все нормально, а это ледяная. Днем это тоже прекрасная локация для фотосессии инстаграмной. Поэтому, конечно же, приезжайте сюда днем. Ну, а на этом наш обзор Бересинского залива заканчивается. Благодарю всех за просмотр. И я надеюсь, что мы здесь еще с вами побываем. Очень бы хотелось побывать здесь, конечно же, летом. покататься, может быть, там, я не знаю, на лодке, на каком-нибудь там паруснике. Ну, на этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Рада была вас видеть. Рада была с вами прогуляться. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин